Иконы, плащаницы и пасхальные яйца, вышитые бисером и драгоценными камнями. В Кровеческом музее города Рассказово открылась персональная выставка члена Союза художников России Татьяны Бариновой. Произведения Тамбовчанки известны далеко за пределами области. Теперь возможность познакомиться с творчеством художницы и ее учениц появилась и у Рассказовцев. Главное условие творчества – любовь. Без нее нельзя ни шить, ни рисовать, ни тем более вышивать иконы, считает Татьяна Баринова. Мы давно следим за творчеством художницы и даже сняли об этом фильм, победивший на кинофестивале «Семья России». С его демонстрацией и началась торжественная часть открытия выставки. Фильм обосновывает жизненную позицию художницы, воспитательное значение ее творчества для детей. Татьяна Баринова рассказывает о том, как рождалась та или иная вышивка, как иконы получали свои драгоценные одежды. Например, эта икона Сергея Радонежского, 700-летие со дня рождения которого мы отмечаем в нынешнем году. Многие, пришедшие на выставку школьницы, вышивают сами и видят перед собой не только изящную работу, но и образцы древней вышивки, которые хотелось бы повторить. Работа вышита крестом, и мне очень интересно, как это они вышили крестом маленьким. Я же вышиваю большим крестом, и мне очень хочется научиться этому рукоделью. Традиция Тамбовской вышивки восходит к началу XVII века. В 1601 году царевна Ксения Годунова подарила одному из местных монастырей вышиту икону Николая Чудотворца. С тех пор этот вид церковного искусства стал распространяться на Тамбовской земле. В XIX веке эстафету приняли воспитанницы преподобной Марфы Тамбовской. Средства от художественных изделий составляли немалую часть экономики женских монастырей. В 1890 году на выставке в Париже Тамбовские монахини взяли гран-при за представленный амафор часть богослужебного облачения священника, шитой золотом по серебряной основе. Традиция сохраняется и сегодня. То качество, та душа, которая вложена вот в эти иконы, которые мы здесь на выставке сегодня увидели, это совсем иное. Это настоящее церковное искусство, которое может быть выставлено и в церкви, и на эти иконы можно молиться с спокойной душой. Теперь и все рассказывцы могут воочию убедиться, что от работ художницы и ее учениц веет энергетика веры, надежды и любви.